Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня мы опять поговорим о разных неочевидных, сложных, загадочных местах и с нам знакомой и незнакомой книги Псалтирь. И сегодня поговорим о Псалме 67, о котором у нас уже есть записанных 5 бесед, 5 лекций, потому что Псалом очень глубокий, очень насыщенный разными такими стихами интересными. И сегодня мы, видимо, закончим разговор о разных любопытных местах этого Псалма разговором еще об одном неочевидном и прямо так невидном моменте этого текста. А именно, оказывается, что в этом, впрочем, объемном Псалме имеется даже фрагмент женской песни Победы. Женщины сидят дома, ждут своих отцов, сыновей, мужей, возвращающихся с поля боя, и поют песню. И вот об этой песне, о ее содержании сегодня мы и поговорим. Нашим помощником в таких беседах является библейский портал экзегет.ру. Итак, нас сегодня интересуют стихи 12-14 этого Псалма. Читаю в переводе РБО. И вот, по мнению ряда комментаторов, библиистов, это и есть фрагмент цитата древней песни, песни Победы, которую поют женщины, женщины-еврейки, ожидающие своих мужей. Впрочем, этот формат, формат женской песни о Победе является очень таким характерным для Ветхого Завета. Мы знаем многие такие песни, они объемные, занимают целые главы библейских книг. Это песни, допустим, Деворы из книги Судей, песни Мариам, сестры Моисея, песня матери Сесары, которая была убита еврейкой Яэлью, тоже из книги Судей. Ну и прочие места тоже можно вспомнить при желании, при необходимости, где женщины поют песни, говорят стихами, музыка сопровождает это говорение, это пение. И вот, содержание этой песни такое. Нас ждет победа, мы победили. Победили врагов, завоевали землю, на которой мы будем жить, поживать и будет все хорошо. И есть также такое мнение, что эти песни являются самыми древними текстами, с которых и началось формирование, дошедшего до нас, Ветхого Завета. Ну вот, например, есть такое мнение, что песнь Девора из книги Судей, это почти что самое раннее записанное такое сочинение, произведение из всего Ветхого Завета. Ну, наша тема нашего разговора не книга Судей, а Псалом, поэтому переходим к разговору об этом фрагменте. И так начинается этот фрагмент, стих 12, со знакомого нам из богослужения такого вот стиха. Прочитаю его в церковно-славянском переводе. «Господь даст глагол благовествующим силою многою». Действительно, частотное слово, частотное, точнее, выражение, и используется часто этот стих и в текстах богослужения, и в противных, и так далее. Поэтому верующие люди, посещающие храм, точно уж слышали «Господь даст глагол благовествующим силою многою». Вот. Даже более того, в тексте греческой Библии, в Септуагинте, есть знакомое нам и приятное нам слово, глагол евангелизировать, евангелизмой. То есть, эти женщины, они будут, точнее, это люди, пока не ясно, кто это будет. Эти люди будут благовестниками, благовествующими. И вот Господь даст им слово, чтобы они это слово благовествовали. Благая весть, добрая весть. Да, но когда мы стоим на уровне славянского текста, мы не очень-то понимаем, какое благовествование и наполняем этот стих нам знакомым христианским содержанием. Ну, пасхальная весть, конечно же, весть о том, что Господь воскрес. Однако этим смыслом не исчерпывается значение этого стиха. Обратимся к еврейскому тексту, к оригиналу, который очень хорошо как раз представлен, в доступном виде нам переведен, изложен, именно в переводе РБО. Итак, тут уже выясняется, что есть ряд любопытных нюансов. Итак, начинается все с того, что мы уже поняли. Господь посылает слово. Господь дает слово. У Бога есть слово, Он его дает тому, кто может его нести и кому-то передать. А вот дальше возникает нюанс. Оказывается, те, кто это слово воспринимают и передают, это женщины, провозвестниц, провозвестниц, целое воинство. И вот этих вот провозвестниц, каких-то женщин, которые это слово будут транслировать, их целая куча. Есть войско, которое воюет, а еще есть войско жен этих воинов, сидящие дома и могущие это слово транслировать, передать, пересказать. И, конечно же, аудиторией для этих трансляторов благовестниц является их семья, дети, внуки и окружающие люди. И опять у нас всплывает новозаветный смысл этого словосочетания. Но, конечно же, мы об этом знаем. Этих провозвестниц, благовестниц немало и в Новом Завете. Конечно же, это жены мироносицы, которые впервые узнали о том, что Христос воскрес, вернулись и рассказали, благовествовали окружающему миру, а прежде апостолам, об этой очень важной новости. Но можно еще представить себе, вспомнить точнее самарянку, которая, услышав от Христа какие-то важные вещи, вещи о спасении, идет и транслирует, рассказывает, благовествует эти вещи своему населенному пункту. А вот дальше, друзья, мы сталкиваемся с совершенно ветхозаветным, таким аутентичным, колоритным содержанием этой песни. Итак, что же они поют, эти женщины? Читаем перевод Рыбо, стих 13. Цари воинств бегут, бегут. Вот, значит, цари воинств. Действительно, как мы знаем из книги Иисуса Новина, вошедшее на территорию Ханаана израильское войско столкнулось с раздробленными силами местного населения. Там не было одного царства, не было одной державы, там были разные царьки, там разные были князья, которые вот руководили каким-то регионом, там или деревней, или городом. И вот они вот выступали против евреев. Иногда, впрочем, у них были и коалиции. Так вот, эти цари, они, цари воинств, бегут, бегут. И вот повторяется дважды это слово, этот глагол, вот, в переводе мира Левинова, бегут, разбегаются. И подчеркивает смысл победы. Итак, враг испугался, его дух сломлен, и он покидает поле боя. А ты, а что делать тебе, оставшийся дома? А ты, оставшийся дома, дели добычу. Вот, да, действительно, вплоть до недавнего времени войны так и проходили. Такая была подоплека этих войн. Он приходил домой с войны, мужчина, вот, и у него была добыча. Он нес, вез, тащил добычу. И ради добычи и все древние войны и начинались. Добыча были, какая-то была добыча крупная у графа, у лорда. Поменьше была добыча у рыцаря, еще поменьше добычи. Но она тоже была у членов этого ополчения. Короче, у каждого была добыча. И вот этой добычи как будто бы пытается себя утешить, дать тебе какое-то, не знаю, спокойствие, достичь. Это вот поющая женщина. А ты, оставшийся дома, дели добычу. Вот, то есть тебя ждет, потерпи немножко, тебя ждет очень такое славное, очень такая интересная работа. Да, работа, конечно же, да, нужно будет трудиться, но это работа сладостная. Ты, вдруг, твой дом внезапно оказывается богаче, потому что Бог дал победу твоему мужу, а точнее не мужу, а вот войску Израилеву, Израильскому войску. Потому что сам Бог является полководцем, руководителем этого ополчения. Дальше. Возле очагов своих вы отдохнете, словно голуби, чьи крылья серебром покрыты, а перья чистым золотом. И вот это окончание песни, это отрывка этой песни. И, конечно же, тут вроде бы и непонятно ничего, какие такие голуби, какие такие очаги. Но, с другой стороны, все понятно для того, что возникает даже два-три разных толкований этого стиха. Итак, что тут может иметься в виду? Во-первых, вот кому обращается эта женщина? «Босле очагов своих вы отдохнете, словно голуби». Ну, тут два варианта. Либо она обращается к себе, к этим благовестницам, женщинам, либо обращается она к этим вернувшимся из похода мужчинам, что более вероятно. И вот вы, вернувшиеся с войны, голубчики, да, голубчики, голуби, голубчики, вы отдохнете возле своих очагов, война окончится, и будет хорошо и вам в отсутствии войны, и нам, потому что ты сын, либо муж, либо отец дома. Тогда как можно понять окончание этого стиха? «Чьи крылья серебром покрыты, а перья чистым золотом». Ну, вот такой, например, вариант, такое толкование, что, может быть, описывается здесь блистающий доспех мужчины, возвращающегося с добычи, с войны. Вот ты голубь, вот ты победитель, ты такой боевой, получается, голубь, у тебя есть доспехи, и они на солнце сверкают золотом и серебром. Вот такое толкование. Что еще, может быть, тут будет иметься в виду? Значит, образ голубя ключевой. Ты будешь обитать в твоей стране, в Ханаане, безмятежно. Ты не должен оказываться ни хищником, ни львом, ни тигром, ни волком. Ты можешь быть голубем, потому что дело сделано, земля завоевана, Бог ее защищает, и ты просто можешь оказаться голубем, заниматься голубиным, хозяйственным, домашним делом. Пахать, сажать, обрабатывать виноградник, разводить скот, воспитывать сыновей и так далее. Вот тебя ждет жизнь безмятежная и мирная. И, наконец, еще можно обратить внимание на образ, опять же, этих самых крыльев и перьев, покрытых серебром или золотом. Итак, как рассуждают комментаторы, когда люди могут позволить себе покрывать голубей, птиц которых очень много, и они неценные существа, когда могут люди позволить себе покрывать крылья и перья этих пернатых золотом и серебром? Ответ очевиден. Когда так много богатства, что его уже не жалко даже на эту безделушку. И тогда, получается, в этой песне женщины, ожидающей своего мужа или отца, или его сына, звучит вот такая вот надежда. Мы будем жить в мире, а еще мы будем жить богато. У нас будет большое изобилие до того, что мы будем покрывать, заготить перья, хвосты и крылья голубей серебром и золотом. Дорогие братья и сестры, видите, всего вы разобрали 2-3 стиха, однако как много смыслов вскрывается при таком неторопливом, медленном, внимательном чтении. Спасибо за внимание. Нашим помощником в этом разговоре является портал exoge.ru. И я, ваш покорный слуга, священник Алексей Волчков из Петербурга. Всего хорошего. Не болейте. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...